Молодцы, молодцы! Молодцы, молодцы! Молодцы, молодцы! Молодцы, молодцы! Любая ярмарка на Кубани всегда праздник. Это в очередной раз поражает своими масштабами. В экспограде собрались фермеры и сельхозпроизводители со всего края. Как на выставке птиц из подворья Нины Рыбалка. Рядом с горластыми петухами молчаливые цесарки. Их на Кубань привезли из Франции. Времени для акклиматизации бройлерным птицам не понадобилось. Всего за 4 месяца цесарки прилично набрали в весе. Это одно из самых важных преимуществ, говорит фермер. Ведь именно мясо этой птицы особо ценится и обладает диетическими свойствами. Качество мяса больше напоминает вкус мяса дикого фазана. Но мясо очень вкусное, поверьте. Вот у нас Россия уже работает этим яйцом и разводом этих цесарок третий год. Она не считается кроссовой, то есть ее можно содержать на племя и разводить уже в своих хозяйствах. Кубанская ярмарка – это три павильона самой разной продукции, больше 20 тысяч квадратных метров. Агровыставка демонстрирует весь потенциал кубанских фермеров и малого бизнеса. Разнообразие продукции показывает, заниматься сельским хозяйством стало выгодно и перспективно. Но пока без государственной поддержки аграриям не обойтись. Солидарный во мнении губернатор Кубани и председатель законодательного собрания края. Праздник есть, потому что урожай – это рекордный. Но эти рекордные урожаи нужно продать, нужно и заработать. Иначе нет смысла говорить о каких-либо росте. Если роста в кармане, каждого селянина не будет. И сегодня задача власти в целом и моя, и администрации, и законсобрания нашего – сделать так, чтобы селянин мог зарабатывать. Мы сегодня должны развивать переработку. Нам нужно прекратить быть сырьевым регионом. Иначе нет смысла в этой беспрецедентной господдержке. И если огромное сегодня сельское хозяйство с его огромными результатами, не будет давать, ну, хотя бы не огромную, но хорошую прибыль. Благодаря этой выставке сегодня у нас выращивают лимоны в Отрадненском районе, виноград в Новопокровском районе – это то, где раньше не росло. Значительно больше стали производить ягодных культур, появились сады. Продвигается птицеводство, кролиководство. Это дает возможность зарабатывать каждой семье. Это дает возможность сделать Кубань процветающей Россию сильной. Саженцы деревьев, цветы и кустарники – это лишь часть павильона. Рядом целый зоопарк. Фермеры из Абинского района привезли молодых козочек. На ярмарке не все. Дома осталось еще около 300, рассказывает Вениамину Кондратьеву. В день дают около 100 литров молока. Реализуют все, но спрос куда больше. Это востребованный продукт, очень востребованный продукт. Просто нужен толчок, чтобы сделать, например, переработку, должную переработку, что можно было поставлять непосредственно людям. Порода, ярко выраженная молочность у нее. То есть, если развить, мы уже будем знать, что вот, у меня есть козы, мне нужен какой-то объем. Мы можем наработать этот объем, сделать. Он обеспечит свой завтрашний день. Он выпускник аграрного университета. И он идет никуда-нибудь, не ищет что-нибудь, а он идет к себе и говорит, я верю в том, что я смогу. А если он сможет, давайте его поддержим. Тогда он сможет. Тогда и другие пойдут. А так мы будем говорить лозунгами. Так свою крыльководческую ферму уже начал расширять Денис Бабин из Успенского района и теперь делится успехами с губернатором. За помощью он обратился год назад во время визита главы региона в муниципалитет. Тогда, чтобы развивать производство, крыльководу нужны были деньги. Сегодня в льготных условиях он получил кредиты. Почти в два раза увеличил площадь своей фермы. На нас, по большому счету, еще будет возможность. Готов еще расширяться? Если такие поддержки будут и в дальнейшем, я думаю, что это уже переработка и война. Поддержим максимальное его развитие. Для создания вот такого показательного хозяйства, что может он, если он стучится в дверь и если он хочет работать. Этот комплекс должен, в первую очередь, показать экономику, во-вторых, рабочие места, ну и самое главное налоги для нас. Вот и все, мы же здесь ничего не теряем. Мы деньги здесь на ветер не бросаем. Мы говорим о том, что мы готовы поддержать того, кто встает раньше солнца и ложится позже луны. Свежеовощи, фрукты, молоко, рыба, колбасы. Пройти равнодушно мимо этих рядов вряд ли удастся. Все самое натуральное и сделано на Кубани. Здесь же прилавки с местными макаронами. Правда, пока этот продукт почему-то не особо пользуется спросом. Мы говорим о том, что не надо жилиться на экстракт. Мы говорим о том, что сегодня мы можем сами ее переработать, упаковать. У вас разная фасовка, большая, маленькая. Как со сбытом? С сбытом дела обстоят на Кубани. Не очень. Мы попадаем на Армению, в Сирию. А почему? А в Краснодарстве едят плохо. Почему, Андрей, это проблема, о которой сегодня мы говорим. Мы говорим, давайте перерабатываем, давайте сами реализовывать, давайте сами стучаться до конкретного потребителя. Ну вот они это сделали. Со сбытом проблема заключается в следующем. Хорошо живем на Кубани, кушаем мясо, хорошо едим фрукты, овощи. Вот те страны, куда поставляют, я понимаю, что это Азия и все остальные. Давайте не будем сами себя обманывать. Мы макароны тоже едим. Но они, потому что выпорты в упаковках. А водичные упаковки мы не едим. Давайте привыкать к этим. Кубанскую ярмарку уже проводят в шестой раз. И с каждым годом интерес к ней все больше. В Светочном павильоне приобрели розы. Мед. В основном растения успели приобрести, уже бывали. Ярмарки наши любим. Как организовали ярмарку, прекрасно. Год тому назад переехала в Краснодар жить к дочери. Я в полном восторге. Я вчера была. У меня мурашки по телу, я прям плакала. Прийти за продуктами и за хорошим настроением. Время еще есть. Работает кубанская ярмарка все выходные до 9 октября. Мария Крошина, Елена Касабова, Алексей Комаров и Денис Перец. Кубань, 24, Краснодар.